Всем здравствуйте! Это будет болтологическое видео. Я рекомендую налить чай-кофе. Кто любит меня как человека, кто подписан и смотрит видео подряд, такие видео для вас. Будем говорить о серьезных, важных вещах. Что это назовем так? Рубрика. Я еще не придумала, как это назвать, но я думаю сделать рубрику из этого. Регулярно, периодически снимать подобные видео. Сейчас сначала о мотивации. Что меня сподвигнуло об этом говорить и вообще такое снимать? Я вам хочу рассказывать о том, как я переживаю некие моменты в жизни в моральном плане, чтобы вы понимали, что психолог не робот. У психолога, пусть кто идут в такие люди, которые идут в такую профессию? Это люди эмпатичные, которые спасатели отчасти. Это очень тяжелая работа, помогать людям в моральном плане. Потому что ты каждый день, несколько часов в день сталкиваешься с негативом, с проблемой. Люди без проблем, у которых все хорошо, к психологу не ходят. И очень часто еще в нашем менталитете к психологу идут, когда все очень плохо. И видеть это каждый день, это очень тяжело с этим работать. Поэтому есть супервайзинг или есть своя личная терапия, когда у каждого психолога есть свой психолог, по сути, чтобы не было выгорания и так далее. Да даже с этим трудно справляться. И я вам хочу открыть немножко себя. Для чего я эти видео снимаю? Чтобы вы знали, что вы не одни это переживаете. И психологи с вами тоже это переживают. Он даже хуже, чем вы, может быть. Им тяжелее еще. Буду рассказывать, как меняются, какие мои взгляды на жизнь, что со мной происходит, со мной как с личностью, с человеком. Во-первых, вам будет это интересно, если вы любите какие-то личные истории от меня. Такое, знаете, некое наше сближение с вами. А во-вторых, я хочу, чтобы люди, которым сейчас очень плохо, одиноко, и они переживают то же самое, что вы попоняли, что вы не одни. Но давайте с этого и начнем. Как я прожила последние два месяца? Что во мне было? Я не буду говорить детали. Я не все могу сейчас рассказывать. Ну, чтобы вы понимали, я оставлю, во-первых, все ссылки, с чем я сейчас, какие новости смотрю, откуда я черпаю информацию, если это кого-то интересует, кому нужна независимая журналистика, источники информации объективные, для того, чтобы... Я не говорю, что именно это только нужно смотреть. Надо смотреть всех и все, и делать свои выводы. Пожалуйста, иметь критическое мышление. Не надо смотреть только что-то одно, и даже то, что я перечислю в ссылке под видео, оставлю. Нет, это не объективно будет. Вы должны везде всего понахватывать и выводы делать свои. Но вчера, как я сейчас снимаю вид, я думаю, все равно я постараюсь прям максимально быстро именно это видео выложить на канал. Вышло видео Дудя о его друзьях, которые за границей помогают, в общем, беженцам, кто из Украины. Я так думаю, они еще помогают тем, кто из России едет и так далее. И то, что там в этом видео описано, я смотрела, это практически про себя. Я занимаюсь все эти два месяца точно ровно тем же, что там описано в видео. Если вы меня спросите, зачем я это делаю, у меня нет никакого чувства вины. Я не искупаю никакую вину. Я знаю, кто я. Я, наоборот, о себе больше скажу. Я даже убедилась, я поняла, что я была правильно воспитана. Я читала правильные книжки, интересовалась правильной информацией. Я в себе, как в личности, как в человеке не разочарована. И я просто убедилась, что я, скажем так, правильно думаю, в правильном направлении, как личности по жизни развиваюсь. То видео, которое я вчера смотрела, я просто в нем видела себя. Те же самые моменты, те же самые вопросы, те же самые рассуждения. Как вот увидите девушку-героиню, главное, что она говорит. Те же самые паузы. И те же самые разговоры, например, с людьми, которые бегут от войны. И у меня то же самое все это было и есть. Я думала раньше, что я правильно... Это не разочарование в себе, в принципе. Но я раньше думала, что я довольно-таки правильный. Я раньше, я часто скажу, я мало с кем общаюсь, близко очень. Я очень фильтрую людей. Это мой жизненный опыт, к сожалению. Я, слава богу, делаю выводы из своего, к сожалению, не очень может быть приятного где-то общения с людьми, опыта. Я еще легко расстаюсь с людьми, прекращаю общение. Кому-то я закрываю дверь навсегда. Я не даю людям второй шанс, как правило. Но есть люди, которым я не... Чтобы не давать второй шанс, я просто не до конца закрываю, скажем так, дверь. Например, не говорю, больше никогда не пиши, не звоните, я не знать не знаю, да? Так не делаю. Но это тоже неправильно, я считаю, на мое мнение. И вот для меня отчасти разочарованием было, очень сильно больно мне было от того, что даже мои круги уже отфильтрованные людей, мои социальные связи, они то очень сильно поредели, очень сильно. Я потеряла очень много людей вокруг, которыми я общалась всю свою жизнь даже. Дружила, общалась. Но у меня пополнились круги новыми знакомыми, например, да? То, что же как бы все у нас взаимосвязано в мире, да? Да, сосуды где-то убывают, скажем так, где-то наполняются, приходят, уходят. Логично. Это очень больно. Очень больно. Я даже, мне больше скажу, меня удивил мой канал, мои подписчики. И я поняла, что, ребята, вы неспроста здесь, и кто смотрит сейчас это видео. Из таких налетов с моей стороны российской, это вообще единицы. Это 3-5, может быть, человек, может, меньше даже, которые там что-то высказывали, меня в чем-то обвиняли, они заблочены. И до свидания мне с вами не по пути. Со стороны моих клиенток и подписчиц из Украины, из личных таких подписчиц и клиенток одна девушка, которая меня... Ну, я понимаю прекрасно ее... Я ни на кого не злюсь. Абсолютно. Я все принимаю этот праведный гнев, которая мне что-то высказывала и прекратила со мной работу. Это ее выбор. Среди на канале подписчиков из Украины девчонок поначалу были, ну, может, 5-10 человек максимум. Я тоже их заблокировала. И я напомню, что у меня на канале это место, где мы общаемся, уважаем друг друга, а не то место, где вы выливаете свой гнев. Вы немножко тогда местом просто ошиблись. Я не какой-то супер миротворец, как мне писали в комментариях. Спасибо, конечно, мне очень приятно это читать. Но миссии я никакой не несу. Это я просто вам транслирую свои мысли. То, какой я человек. Вот мое внутреннее, то, что я рассказываю, чем делюсь. И вот мое точка зрения, мой взгляд вот такие. И удивительно, в комментариях благодарности, какие-то поддержки вообще человеческие. У меня больше комментариев процентов, допустим, 60-65 с Украины. И где-то 40 процентов, 35. Это девчонки мои подписчицы из России. Кто в России остается, живет. У них нет возможности куда-то переезжать и так далее. Которые тоже против войны и просто никак ничего на это повлиять никак не могут. Мне тоже вот это наша поддержка, вот это объединение. Я даже думаю, как организовать сейчас. Хоть не время для каких-то встреч, марафонов психологических. Но я чувствую, что нам всем адекватным, кто окей в ладах с собой, нам нужно вот это общение какое-то. С какой-то психологической подоплекой. Я думаю, какие-то может сделать эфиры, может в Инстаграме. Типа а-ля открытых каких-то публичных встреч на разные темы. Не какая-то тематика, как мы раньше встречались и так далее. Что-то такое, наверное. Не знаю вообще. Я там думаю, если у вас есть идеи, напишите, если вам нужно это нормально здорового, здравомыслящих людей общение. Дайте знать в комментариях. Я подумаю, как это все оформить, организовать, что это такое может быть. Парочку раз в две недели, не знаю, в общем, какие-то эфиры в закрытом аккаунте. Может какой-то символической, не знаю, оплатой. Про деньги расскажу. У меня канал ничего не приносит. И также я работаю... Я тоже не буду называть сейчас организацией. Потому что в сложившихся обстоятельствах я могу себе на статью какую-нибудь наговорить. Я волонтер-психолог с людьми, попавшими, назовем так, в трудную жизненную ситуацию. Это абсолютно бесплатная волонтерская работа. И я тогда, убегая от стресса и проблем, я максимально все загрузила. И вы видеть могли в YouTube у меня видео выходить. Блин, почти каждый день я старалась. Что-то прям вообще максимально надавила на это. Волонтерская работа. То, что я про друзья видео тоже. Расселение, поиск жилья и так далее. Здесь для тех, кто приезжает. Максимальные какие-то контакты на эту тему. Короче, у меня так выгорело тяжело. И вот мы могли видеть. Я видео, если вы знаете, снимаю раз на несколько дней, на неделю вперед. И я уже не какой-то период времени, две недели, наверное, не снимала. Видео у вас выходили. Я их просто разбила через промежуток раз-три дня. Но к съемкам я не приступала очень долго. Для меня долго. Может, недели две я к этому не прикасалась. Мне нечего было вам вообще сказать. Мне было настолько просто... Вот тот момент у меня уже, знаете, так... Это какая-то уже истерика началась. Умерла вера в людей. Вообще во все. И я подумала, что все вообще плохо настолько, что адекватных, наверное, ничего вообще не осталось. Это некое тотальное разочарование. Но ничего, я отошла потихоньку. Я взяла себе детокс тайм-аут. Я даже там с близкими какими-то своими подружками не могла даже встретить. Мне не о чем говорить. Мне не о чем говорить с людьми. Я не могу ни о чем другом говорить. Но при этом я понимаю, что людям надо какой-то позитив, надежду, что-то давать. Не надо только об одном говорить. Чтобы вы понимали, в какой каше я варюсь сейчас, маленький пример скажу. Того, что происходит. То, что, скажем так, не дает надежду, что не все потеряно с нашим обществом, с людьми. Ощущение, когда это, блин, закончится, сколько, блин, можно уже. Думаешь, когда дно пробито, дальше уже хуже некуда, что-то еще хуже появляется. Вот это, блин, жесть, самое ужасное чувство за последнее время. В общем, к истории. Я знаю одну женщину. У нее русский паспорт. Она живет здесь, в Стамбуле. И ее, скажем так, сводный там родственник. Его отправили на войну в Украину. И вот его семья в России, я не знаю, что делать. Это просто капец. И это коснется каждого из нас все равно. Как ни крути. У вас просто будут все равно знакомые какие-то, друзья, которые в это попадают и так далее. И вот она здесь, живя в Стамбуле, занимается поиском аренды и жилья беженцам из Украины, которые оттуда бегут. Обычная женщина. С одной стороны, вот это в ее семье. А с другой она делает вот это. Это к видео к Дудю, которое вышло вчера. Хочу, чтобы вы знали, что не все бессердечные. Люди просто запуганы, например, и боятся вообще что-то рот открывать свой. Но так как мы здесь за границей, назовем так, свободнее гораздо в своих действиях, вот такие истории происходят. Я сама в этом, вот, пожалуйста, варюсь в том и самый ближний круг. Вот они, противоречия. Вот человечность наша. И вот этот человек из моего круга общения не вышел и не выйдет. Потому что действия вот такие. Зачем я это делаю, да? И даже это видео сейчас снимаю. Потому что у меня очень много людей, с которыми у меня сейчас свела жизнь из Украины. И мне практически каждый из них сказал о том, что, блин, Егалия, себя с тобой не познакомилась или не знал тебя. У меня бы не было веры, надежды, что есть адекватные, нормальные люди. И что все не так, ну, скажем так, есть шансы, надежда на что-то хорошее. Вот для этого я, скажем так, в этом участвую. Это мои личные какие-то, не знаю, даже как это назвать, взгляды и так далее. Что я могу сейчас сказать? Спасибо всем за внимание. Пишите ваши комментарии. Всем пока.